Всем привет! Я Артур. Это очередной выпуск КЗ. И сегодня о теории струн. Теория струн – одна из множества теорий устройства мира. Но интересна она тем, что является главным претендентом на теорию всего. Или, как еще называют, физику всего. Как мы знаем, наука пока не в состоянии объединить все процессы в одну общую теорию. На Земле действуют законы Ньютона. На уровне элементарных частиц – странные законы квантовой физики. Совсем на ньютоновские не похожие. А с космосом вообще ничего не понятно. С гравитацией сколько не разбираются, разобраться не могут. Но ученые резонно предполагают, что это все отдельные пазлы общей картины. И ее, эту общую картину, людям пока не удается увидеть. Не удается – это факт. Но очень хочется. И человеческий мозг строит разные теории. Теория струн – одна из них и очень-очень любопытная. Но давайте по порядку. Мы, люди, живем в геометрически трехмерном пространстве. А что, если пространство не трехмерно? А что, если не трехмерно? Эта мысль впервые пришла в голову Николаю Лобачевскому. Ну, вы его знаете. Николай Иванович Лобачевский – русский математик, более 20 лет был ректором Казанского университета. Он один из первооткрывателей неевклидовой геометрии. Итак, на дворе был 19 век. И на тот момент использовалась только евклидовая геометрия. По евклиду геометрия такая, как мы ее видим. Прямая – это нечто, уходящее вдаль, бесконечно, и при этом ничуть не искривляется. Пространство аналогично – тоже бесконечное и плоское. Эта геометрия была понятна человеку. Ее можно увидеть глазами и нарисовать на бумаге. Кстати, Евклид жил в 300-х годах до нашей эры. И это та самая геометрия, которую изучают в школе. Николай Лобачевский первый в научной среде начал говорить о мерностях. Он замечал, что ровных поверхностей в природе не бывает, и листок дерева имеет кривизну, и нет абсолютно прямой реки и абсолютно плоского камня, а все поверхности, которые видит человек, как плоские. Вероятно, не плоские, а вероятно они изогнутые, только смотреть надо в другом масштабе. Он предложил свою модель пространства – эдакую гладкую воронку, у которой горлышко уходит в бесконечность и бесконечно при этом сужается. Если на таком пространстве проводить построение, ясное дело, что все, абсолютно все построенное будет выглядеть несколько не так, как на плоскости. И через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести уже не одну прямую параллельную данной, а как минимум две. Это было новаторской теорией для своего времени. И, к сожалению, научное сообщество не приняло идеи Лобачевского. Чуть позже немецкий ученый Римман предложил свой вариант пространства и стал рассматривать его не как вогнутую гиперболическую поверхность, а как выпуклую и свои построения стал строить на шаре. Можно сказать, та же геометрия Лобачевского, но с другим знаком. В пространствах с кривизной евклидова геометрия ломалась. В новой геометрии пространство непостоянно. Оно сворачивается и разворачивается. И это было необычно и очень любопытно. Настолько любопытно, что разговоры о других измерениях в конце 19 века стали очень модными. И не только в научных кругах. Четвертое измерение представить было сложно. А вот мир с меньшей мерностью значительно проще. Фантазия автора Эдвина Эббота породила мир Флатландии. Его герои живут на двумерной плоскости. Сами плоские и дома у них плоские. Флатландцы это треугольники, круги и прочие простые геометрические фигуры. Итак, Хекс, ты запомнила свои законы наследования? Конечно, запомнила, деда. У равнобедренных треугольников рождаются равносторонние треугольники. У равносторонних треугольников рождаются квадраты. У квадратов рождаются пятиугольники, у пятиугольников шестиугольники, как я. И каждое новое поколение получает одну новую сторону, пока они не получают так много сторон, что начинают выглядеть как круг и становятся священниками. Каждый это знает. О, неужели маленькая не из шесть умных сторон? Флатландцы живут себе своей обычной жизнью. У них ежедневные дела и планы на отпуск. Но самые пытливые умы подозревают о существовании третьего измерения. Деда, сегодня учитель рассказал нам о новом провозглашении кругов и у меня есть вопрос. Оля, Хекс. Что конкретно называется измерением? Ну, это довольно сложно объяснить. Все очень сложно объяснить. Но знаешь что, я немного занимался геометрией в свое время. Ладно, давай представим, что это точка в пространстве. И мы продлеваем ее на 3 единицы. Что мы имеем? Мы имеем 3 в первой степени, верно? Хорошо, мы также имеем одномерный отрезок линии, длиной в 3 единицы. Итак, если мы возьмем этот отрезок в 3 единицы и переместим его на 3 единицы параллельно ему самому, мы получим квадрат со сторонами. 3 единицы каждая. Или 3 раза по 3. 3 во второй степени. 9 единиц в квадрате. Умная девочка. Я видела это раньше. А? Где? Это выглядит таким знакомым. Я... Я вспомнила. Я однажды и видела изображение. Зона 33 Х. Зона 33 Х? Да, но ты знаешь, старые руины. Пожалуйста, Хекс, ты слишком умная, чтобы слушать эти теории и заговоры. Некоторые люди говорят, что руины это знак. Некоторые люди должны следить за языком. Деда, если точка перемещается на 3 единицы, это 3 в первой степени. Затем этот отрезок линий движется параллельно себе, делая квадрат в 9 единиц. 3 во второй степени. Итак, должно быть, что квадрат, двигаясь как-то параллельно себе, может сделать что-нибудь еще. Типа суперквадрата, который представляется тремя в третьей степени. Или 27 единицами. Это так трудно представить. Но разве это не удивительно? Это действительно было удивительно. И теория других измерений буквально захватила мир. Так же, как маленький шестиугольничек изучал свой двумерный мир и представлял мир трехмерный, люди стали изучать свой трехмерный и стали пытаться представлять мир четырехмерный. Эта идея из научной среды плавно переместилась к людям творческим. Она вдохновила Оскара Уайльда отправить в четвертое измерение свое знаменитое кентервильское привидение. В такой ситуации нельзя было терять ни минуты. И дух, прибегнув к четвертому пространственному измерению, поспешно ретировался, исчезнув через деревянную стенную панель, после чего в доме все стало тихо. Герберт Уэллс в своей книге «Машина времени» представил четвертое измерение как временное, а не пространственное. А это было в 1894 году. До появления Эйнштейновской теории относительности было еще больше десяти лет. Фьюдж. Будущее. Продолжение следует... Художники не отставали от писателей. Знаменитая картина Малевича «Точильщик» — ничто иное, как попытка представить себе четырехмерное пространство. Целые художественные направления, такие как кубизм, импрессионизм, развивались на волне интереса к дополнительным мерностям. Все эти странные портреты Пикассо тоже рождены идеей представить человека, которого наблюдатель видит со всех сторон сразу, как бы из другого измерения. Кстати, эта картина, последняя с кошкой, стоит 95 миллионов долларов. Вообще, это к теме не относится, просто интересный факт. Итак, представить себе пространство четырехмерное, сидя в пространстве трехмерном, непросто. Даже невозможно, но попытки нарисовать объект в четырехмерном пространстве были. И по аналогии, как шесть квадратов образуют куб, люди представляли себе, как восемь кубов могут превратиться в тессеракт. Именно в виде тессеракта изображен крест на картине «Распятие». Так себе его представлял Сальвадор Дали. И именно в виде тессеракта изображается перемещение в другие миры в фильме «Интерстеллар». Современная гейминдустрия тоже неровно смотрит на неровные пространства и рождает разные компьютерные игры-головоломки, где геймерам предлагаются путешествия по неэвклидовому пространству. Но что-то мы отвлеклись на лириков. А что же физики и математики? Они тоже не сидели сложа руки. Они докручивали, додумывали и выдвигали свои теории. Одна из самых интересных — теория струн. Согласно ей, мы живем не в трехмерном пространстве, и даже не в четырех, как представлялось сто лет назад, а в десяти, одиннадцати или двадцати шестимерном. В общем, кто больше? Ученые не совсем определились, точнее, совсем не определились. Конечно, четырехмерные пространства люди представляют себе с трудом, а тут их вон сколько. Прежде чем продолжить про прекрасную, запутанную, закрученную теорию струн, хочу напомнить, что в мире существует четыре фундаментальных взаимодействия, или четыре фундаментальные силы. Гравитационные взаимодействия — их законы описывает теория относительности Эйнштейна. Это большие объекты, большие массы и большие скорости. Электромагнитное взаимодействие — их описывает уравнение Максвелла. И еще сильное и слабое взаимодействие, которые отвечают за процессы в атомах и ядрах. Три последних относятся к области квантовой физики, к микромиру, где все очень-очень маленькое. Ученым кажется очень нелогичным, что в этих взаимодействиях работают разные законы. Им очень хочется найти объяснение для всех. Теория струн является самым главным кандидатом на физику всего. Но это не точно. В природе струне отведена особая роль. Например, молекула ДНК содержит множество информации. Правда же она похожа на закрученную струну? Кстати, я хочу задать вопрос Дмитрию Грошеву. Он доцент кафедры теории относительности и гравитации Института физики КФУ. Исследует гравитационные поля и наверняка знает, какой они формы. По-разному можно искривить. То есть общая теория относительности искривляет как будто бы гладко, плавно. То есть представьте, я возьму какой-нибудь лист бумаги, аккуратно начну сгибать. Он будет плавным, все линии будут плавными. А вот в квантовой теории поля искривления весьма специфические, и они не постоянные. Они переходят друг с другом. В квантовой механике и в квантовой теории поля, если мы рассмотрим пространство-время на очень малых масштабах, я не буду говорить, что оно все изрезано. Но нарушается вот эта гладкость, постоянные скачки. Там образуются какие-то структуры, потом они испаряются, потом они вновь образуются. Там и локально может нарушаться закон сохранения энергии, в общем, происходят чудеса. Но идея в том, что одну теорию нельзя плавно перевести в другую. Должна быть какая-то еще более общая теория, и пока ее нет. Возможно, это будет теория струн. Возможно, это петлевая квантовая гравитация. Да, теорий существует много. Даже теорий струн на самом деле несколько, объединенные под общим названием теория суперструн. Чтобы хоть как-то представить, о чем эти теории, вернемся к нашим флатландцам. Тем самым плоским жителям, что живут на листке бумаги. Да простят меня ученые. Приведу очень упрощенное и очень ненаучное объяснение. Но это позволит нам, не ученым, уловить идею. Так вот, если этот лист смять, то наш мистер-квадрат, когда будет ползать по искривленным поверхностям, будет ощущать, что какая-то сила тянет его куда-то. А по факту это не сила, а следствие того, что его двумерное пространство искривлено в трехмерном пространстве. Потом появился Эйнштейн. Он сумел доказать, что время — это дополнительное измерение. Включайте воображение. И представьте батут. Он плоский. Но если положить гирю, то батут прогнется. А любой предмет, например, мячик, если его кинуть на этот батут, как бы ни кружился, все равно будет двигаться в сторону гири. Итак, гравитация — это никакая не сила, а следствие искривления ткани пространства-времени. И это доказано. Интересно. И ученые предположили. Возможно, гравитация, электричество и магнетизм — это тоже искривление нашего трехмерного пространства. С электромагнетизмом разбирался Теодор Калуцци. Он смог объединить теорию электромагнетизма с теорией Эйнштейна. Калуцци вводит дополнительное измерение. И согласно его теории, свет — это колебание пятого измерения. Где же оно, это пятое измерение? Почему мы его не видим? Ученые предположили, что оно, это пятое измерение, скрученное и очень-очень маленькое. Как они говорят, компактизированное. Представьте садовый шланг, натянутый между деревьями. Издалека он нам видится просто ниточкой линии. И если бы на этой линии кто-то жил, например, двумерный червяк, мы увидели бы, что он двигается только влево и вправо. Но если рассмотреть ближе, то, оказывается, есть и ширина. И червяк может ползать вокруг шланга, возвращаясь в ту же точку. То есть измерение бесконечно, но скручено. В 1926 году даже посчитали размер этого измерения. Он оказался 10 в минус 33 степени метров. Ну, очень маленькое. Вывод. Вероятно, одно из наших измерений — это не вектор, не линия, а условный садовый шланг. Эта теория очень красивая, но проверить ее невозможно. А в науке так не принято. Все предположения надо подтвердить экспериментально. Поэтому теория Калуцца-Клейна была несколько забыта. И физики занялись квантовой теорией в чистом виде. Чуть позже будут открыты сильные и слабые ядерные взаимодействия. В 1968 году физик Габриэль Венециано пытался описать свойства частиц, участвующих в сильном и слабом ядерном взаимодействии, используя формулу бета-функции Эйлера. Его коллега Леонард Саскинд увидел, что эта формула описывает не частицы, а нить, подобную упругой резинке, которая может колебаться, изгибаться, извиваться и закручиваться. Возможно, элементарные частицы это вовсе не точка, а тип колебания струны. И каждая из них колеблется по-своему, наподобие струн гитары. Электрон — это один вид колебания, фотон — другой и так далее. Как интересно получается, по этой теории частиц не существует, и одна и та же струна, в зависимости от того, как она вибрирует, может представлять собой разные частицы. Какая красивая теория, что весь наш мир — это симфония. На мой взгляд, теория струн — вполне рабочая гипотеза для объединения общей теории относительно квантовой теории поля. Но есть проблема. Одна из них, как ни странно, то, что нет соответствующей математики. Дело в том, что когда разрабатывалась и квантовая механика, то и математика, гильбитры и пространство, были лет примерно за 20-30, если мне не изменяет память, разработаны. Математиками казалось бы абстрактная вещь, какие-то пространства в природе, в быту не встречают, зачем разрабатывать? Разработали. Потом Гизенберг вроде бы пришел на лекцию, увидел это, вдохновился и применял это к своей теории. С теорией относительности все еще интереснее. Римная геометрия, которая в ней используется, была разработана в 1864 году. Вообще непонятно для чего. А брат-близнец римной геометрии, геометрия Лобачевского, была разработана с Лобачевским, символом иконы Казанского университета. Над ним, либо в открытую, либо в закрытую, скажем так, насмехались все. Считали очень крутым ректором, выдающимся педагогом, но не понимали, зачем вот это все, формулы какие-то выводить. Это не бывает в реальной жизни. А он, между прочим, задумывался о том, что тела, содержимое ящика под названием нашей Вселенной могут влиять на форму этого ящика. Проскакивали такие мысли. Это, собственно, и составляет суть теории относительности современной. Так он в 18 веке вначале уже об этом задумывался. Какой масштаб личности? И вот сейчас это рабочая теория. И к чему я это говорю? Я говорю к тому, что математика была уже разработана где-то за 30, где-то за 60 лет. А сейчас, насколько мне известно, математика, безусловно, развивается. Но пока что либо не нашлось математика, которая разработает еще более сложную, либо не нашлось физика, которая поймет, что уже разработанная математика годится для построения теории струн. Вот когда тот или иной человек появится, лучшего бы сразу, тогда будет какой-то дополнительный прогресс. То, условно говоря, если проводить теорию струн, музыкальную аналогию, у нас, по всей видимости, не хватает нот, чтобы сыграть окончательную симфонию. Еще требуется какой-то поиск. Струна настолько маленькая. Примерно в 100 миллиардов миллиардов раз меньше квантового ядра. Длина петли близка к планковской. Поэтому современные эксперименты не могут подтвердить струнную природу материи. Чтобы это доказать, ускоритель должен быть в миллионы миллиардов раз мощнее существующих сейчас. Так что красивая теория мироздания, которая теоретически объединила все четыре фундаментальных взаимодействия, остается гипотезой. Имеет своих сторонников и противников. И пока остается самым главным претендентом на физику всего. Теория струн – это попытка создать единую теорию поля. Единую теорию всего, они так это говорят. Там, к сожалению, у нее возникли проблемы, хотя там есть масса достижений. Начались попытки двигаться в сторону от этой теории струн, потому что не все удается. Есть и другие, не менее интересные теории, но о них в следующий раз. Если вы ничего не поняли в теории струн, это нормально. Но даже знать о том, что она существует, уже хорошо. Интересуйтесь наукой. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...